Добрый день, друзья! Всех поздравляем с Новым Годом! Новогодние каникулы. Что делать, как не собраться покататься? У нас в ночью выпал снег, сейчас температура ноль. Асфальт весь сырой, я думаю, и в полях будет интересно. Машин собралось у нас много. Собираемся, пойдем покатаемся по горочкам, по полям, найдем переметы. Наливайте чайка, приятного вам просмотра! Так, сейчас мы уже решили ехать на другую локацию. Объезжать далеко. Вот я первый, на первой повышенной. Хватит, хватит первой повышенной. Меж всего я пока не блокировал. Снега, ну, очень много. Говорю, нулевая температура. Я на данном, меж всего я блокирую. Только вот я заблокирую меж всего. Вот здесь все, останавливаемся, ждем. Температура нагрелась. Так, что-то больше никого и не видно. Ждем сейчас, ребята, потянутся. Мы остановились. Температура у нас поднялась, конечно, высокая. Капот открыл, печку включил. Хотя летом, говорю, чистил радиатор, но все равно температура. Вот вам Нива Бронта. Красиво, конечно, окрас. Это заводской окрас. Нас загоняет. Растянулись, конечно, сильно. Вон, ребята еще растянулись как. Но мы их уже ждать не будем. Уже дорога накатана. Будем пробивать дальше. Ребята заблудились. Нам нужно проехать на автодром. А здесь вот ребята живут. У них и верблюда они пасут. Тут коровы, овцы. Круглогодично, короче, здесь живут. Так. Где-то тут дорога должна быть. Вот она. Духа, елка, 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 елка. Все, ребят. Все, у меня первая повышенная умерла. Надо, наверное, блокироваться. Ну, давай попробуем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я хочу сказать, что, ну, и Васик едет, и плохо едет. Тем более, здесь переметы. Третья пониженная. Блин, вот это снега намело. Здесь, видите, ездили на этих, на санях. Сейчас я, между всего, и заблокировал. Третья пониженная. У меня занижение стоит в Вородатске. Вещь классная. Ряд понижается. Можно еще, ну, в коробке занижение сделать. Так, где-то здесь надо было нам налево уехать. Вот, вот, вот здесь налево. Налево. Вопрос в том, что, как мы... Как мы там выйдем? Ну, вон, на... Я думаю, что мы же на покатушке поехали. Должны же мы как-то где-то застрять. А вот здесь вот сложно будет. Гребем вообще. Вся в корочку заедем. Если заедем... Давай, давай, давай. О, красавцы. Ну, реально красавцы. Нива вообще молодчик. Ну, как видели, да, мы шли вообще супер. Это была не шутка. Шли хорошо. Ребята, там прилипли, где мы проехали. Сейчас вот по рации связался. Говорю, вы где, что, как. Она говорит, мы прилипли. Три автомобиля прилипло. И пока, как видите, никого нет. Ты на беде, что? Где? А до меня, Север, бегем. На горизонте никого нет. Вот. Но погодка сегодня, да. К ночи, к вечеру обещают похолодание. Ну, где-то минус. А на данный момент сыро. Очень сыро. Снег тяжелый. Ну, сами прекрасно все понимаете, как ездить по такой погоде, когда ноль. А вот и мы, Макс, то специально, да, уезжаем? Ну, все, ждем, когда кто подъедет. Поснимаем вот эти спуски. Интересно будет. Конечно, для такого Хантера проблем вообще нету на данный момент. Для него это легко. Фронта. Макс на Исудзе. Тоже клеренс позволяет. Потихонечку тоже катается на липучке. Так, а что-то остальных не видно никого. Ребят, не могу до рации, по рации, до кричаться. Основная масса приехала. Патролы нету. Решено ехать обратно. Не знаю, что случилось. Ну, вроде легко, да? Ну, у нас вторая понижена. Между всего, и заблокированный сразу. Лев сказал, что непросто, непросто. Как тут Женек-то у нас поедет? Ну, у него липучка, тем более резина травленная сильно. Ну, видно, что тяжело, да? Стронится он с места, интересно. У нас с вами получило заехать. На подъеме специально вот сюда заехал. Ну, чтобы, ребята, отснять. Снег уже такой жесткий, плотный. Не знаю, обратно выкачусь, нет? Ну, посмотрим борьбу УАЗа, Нива Бронта и Хантера у нас. Хантер на грязевой. Как раз вот будет интересно посмотреть. Все, Газ Палас. Давай. Надо выезжать. Надо, надо. Нива Бронта. Странно. Всегда говорили, что короткобазный автомобиль легче едет. Вот у нас, в принципе, что моя, что Нива Бронта. Ну, в принципе, одинаковые автомобили получаются. Также установлены у меня два самоблока. То есть передний и задний редуктор. Правда, от разных фирм. Впереди садок, а сзади АВТ. И база покороче. Резина у него, по-моему, даже пошире. Все, давай, 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 давай. Ну, за счет движка, то, что инжекторная и грязевая резина. Что-то он скорость не набирает. Вот здесь должен встать. Вот как же так, а? Заварки полностью. Грязевая резина проехала. Не надрывает колеса. Да, видишь, он не пробуксовывает. Они равномерно все крутят. Да, потихонечку зацеп поймал. Интересно. Вот вам и разница, где, когда, какую резину ставить. Непонятно. Катимся с вами за ни в Асиком, ни в Бронто. То есть у нас сейчас конфигурация, в принципе, одинаковая. Ну, единственное у нас занижение. Но сейчас, на данный момент, занижение никак не нужно. И база у нас подлиннее. Так, Бронто у нас буксует. Назад. Здесь что, вправо стягивает. Ну-ка, так, ну-ка я понижайку выключу. На повышенной поедем. Хотя зачем? Леген, давай с него полем. Что, он проедет, нет? Вот сейчас мы с вами едем на пониженной. Я включил пятую пониженную. Потому что, чтобы на повышенной переключиться, нужно остановиться полностью. Просто есть разные мысли, что на пониженной там нельзя ездить на каких-то скоростях. Без разницы. Понижающий ряд так же будет работать. Просто обороты будут выше. И тяга будет лучше у вас идти. Так, у нас спуск. Третью пониженную включим. Что-то он не туда поехал. Здесь у нас как раз такие сильные переметы. Здесь я не знаю, как мы проедем. Ну что, сам в горку зайдешь, да? Давайте сюда поехали. Вот тут, где снега намело. Я буду удивлен, если он проедет. Здесь как раз такие места. Вдоль посадки сильный-сильный перевед. Я не уверен, что он здесь проедет. Тем более мокрый снег. Независимо от того, что грязевая резина, клиренс хороший. Вот так вот. Муженек. Ну там снега поменьше. Но мне кажется, тут тоже тяжело. Здесь только будем сейчас, наверное, лебедиться. Лично, ну, для меня здесь тяжело. Сынек молодец. Накатывает, набивает. И там еще таких перепадов будет у нас много с вами. Почему-то у него не едет по-нормальному. Цепи, цепи, ребята, цепи пошли. Цепи. Но все равно не получилось. Вот здесь очень глубоко. Вот такие случаи бывают, что машину стой. А еще и мы не едем, короче говоря. Сейчас попробуем. О, тронулись. Тронулись. Так, ну что делать-то? Проехать как-то надо. Не знаю, за Женьком ехать. Или туда, в поля. Блин, цепи хоть одевай, пробовать. Это меня задавит. Решено одеть цепи, попробовать. Цепи Т-плюс одевается, как я помню, не вот так, а вот так. Короче, как-то одевается. Да, через пиццу, чтобы она зажимала. Да, вот так надо одеть. Давай сюда колеса. О, назад, пробуй. Потихоньку, рыбком. Раз. Не-не-не, все. Чуть-чуть вперед, дерни. Да, попробуй, вперед. Вот цепи от компании Т-плюс. На каждое колесо по две цепи. Я в Башкирию ездил, одевал неправильно, они у меня слетели. То есть я вот так одевал. И это неправильно. То есть нажимаешь, и снизу она вот таким образом должна одеться. Сейчас попробуем на колесо одеть. Так, раз. Что, он проехал? Ага, приехал. В ямочку заехал. Так, и здесь как-то вот так. А, у тебя вон какие они. Ну да. Что-то пока никак. Не все так просто. Вон туда, вот отсюда. А, во-во-во. Вот это вот правильное делание. Да, наверное, да. Вот, вот уже зацеп. А мы вот туда ездим и вот тут тоже. Так. И что, как они? А вот уже земля. Ну все. Вот таким образом, что получается. Да. Да? Да. Ты думаешь? Ну, наверное, да. Вот так одевается. Ты видишь, не стянешь, оно подтягивает. Да? Да. Да, у тебя по-другому поедет совсем. Вот. Вот таким образом одеваются цепи. Посмотрим. Ну что, дастеров нет, двух-потреводов нет. А кто-то один домой боится ехать. Четыре машины нету. Так. Два дастера, два пара. Мне дальше не верну. А, на задок. А, вот туда дороги все отойдет. Вот там еще ехал. На задок. Вот эти, конечно, можно обрезать. Да длинные, но... А пусть болтается, он мешать никуда-то не будет и не общупить не будет. Не, ну я согласен, я просто шел. Они же все равно на скорости. А так наоборот, у тебя будет снег и... Ну, посмотрим. Вот эта суточка хорошая, конечно. Вот таких условий. То есть, вот снег, в принципе, не надо. Ничего. Подвешивать колеса, там, как эти. Такие цепи. Макс! Что, подъедешь туда? Так. Вроде да, правильно. Ну, не знаю, что-то как-то болтается, конечно. Неудобно то, что туда надо затягивать. По-моему, я подъеду. Женек у нас пролез. Хантер на военных мостах не едет. И не Васик на цепях максимум по скорости проехал. Мы надели четыре цепи. Просто интересно, как это вообще будет работать. Отцепляй. Оттаскай. Все, тяни. Вот так выглядят цепи. Мы надели по одной. Пока проехал, вроде на месте висят. Не, лебедка это... Вообще супер, я скажу. Про лебедку. Засел он, конечно, конкретно. Ну, прямо! Чтобы вот так тянуть, я поменял генератор на 140 ампер. И поставил аккумулятор в 7,75. Чтобы не было просадки. Телеген пошел. Ну, блин, у него клиренс, конечно. Ну, можно нам попробовать. Сейчас попробуем. Тем более, у нас цепь есть. Капай! Капай! Сейчас Невасик на полных цепях. Ну, у него клиренс меньше. Я вот в том месте, мне кажется, тоже меня снесло. Но обороты я не давал. Прямо качком. Перед-назад, вперед-назад. И у меня получилось выехать. Ну, блин, я думаю, у него должно быть. Что-то такие цепи мощные. Что могу сказать по цепям, ребят? Цепи от компании Т-Плюс. Ну, тема классная. Видели, как они одеваются легко? Вот такие цепи очень долго одевать. Это нужна сноровка. Там кирпич подкладывать надо. Вот. В моем случае, вы сами видели, просто протянул крючком, вытащил, затянул. Мы сейчас, конечно, прокатнемся, посмотрим, что слетят, не слетят. Вот такие дела. Короче, все сложно, ребят, у нас. Один перемет, и все, и никто не едет. Сейчас доедем до моего автомобиля. Потому что, ну, не Васик мой нужен. Вот этот зеленый патриот, ну, ой, бля, не едет. Короче, не едет. А так можно упасть. Что у вас тут? Ситуация какая? Так, а цепи что-то этого? Все, что мы будем делать, все пойдем. Дед! Ого! А вот как тут хотела. Давай, 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 давай! Это фотомонтаж. Фотомонтаж. Вески, точнее, не ест. Вески, не ест. Давай, давай, давай! Ну, туда не вариант ехать. Все проехали, в принципе. Скажу по цепям от компании Т-Плюс. Тема, тема, ребят, стоят такие. Не слетают, побуксовал. Все на месте. Сейчас с другой стороны покажу. Здесь тоже на месте. И здесь на месте. И можно еще по одной одеть. То есть в комплекте у них, они продаются. Там 4, 6, ну, короче, разное количество цепей. Что решено? Сейчас мы выезжаем. Там самовар затопим, чай попьем. И уже поедем домой. Сейчас вот не сам у нас подзасрел. И все. И, в принципе, потом можно будет покушать. Сейчас вот на подъем идем. Вот и интеллигент на ВОЗе на заварке выехал. Женек, интересно как. Ну, тоже. Но он на скорости. Я хочу попробовать потихонечку. У нас дифференциал заблокированный. Вторая пониженная. И по одной цепи одета. Я скажу, зацеп лютейший. Лютейший зацеп. Вообще легко, ребят. Так что в таком случае блокировки блокировками, лебедкой лебедкой. Но в цепи вещь хорошая. А мы здесь вот, между прочим, скорость вообще сбросили. Ну, на цепях нас вытащило хорошо. Я говорю, здесь, возможно, наверное, и самоблоки помогают. Потому что здесь, когда мы выезжали, ну, прям нам легко было. Еще и скорость я скинул. Какие самоблоки! Ну, ты за мной ехал, ты же скорость скинул. Мне надо было немножко от тебя подальше. И уже ходом пойти, как я шел. Я тебя просто не видел, понимаешь? Я просто хотел проверить цепь. Вылезли, ништяк. Ну, да. Что тут? Зайдет, зайдет. Давай, долстнем, пацаны. Вот, ребята, шипованная резина, представляете? Плюс четыре человеческих силы. Да, закидал все. Отлично. Нет, ты должен зайти, у него ход хороший. Ход хороший для них. Отлично. Молодец. Возможно. Вот движок, да? Красивого кадра. Вот класс. Патрульчик. Вес, конечно, тяжелый. Вот тоже так спокойненько, да? Молодец. Молодец. Молодца. Нива топ. Так, ну что, уже стемнело. Не знаю, до чая у нас время дойдет, не дойдет. Ну, время провели классно. Погодка сопутствовала, нулевая. Сейчас понижение, конечно, идет. Все подмораживает. Выехали, новогодние праздники, так справили нормально, получается. Ну, как будем пить чай, наверное, если даже будем, уже показывать не буду. Вам всем здоровья, благополучия в новом году. Смотрите нас, подписывайтесь. Нам будет очень приятно. Переходите в телеграм-канал. Там можете написать комментарии мне. Мы сможем с вами, ну, голосовые какие-то сообщения с вами пообщаться. То, что вам будет интересно. Все, будьте здоровы и всем пока. Пах. Продолжение. Попили мы чай, но и решили покататься в горочке. Короче, продолжение. Горочка хорошая. Не знаю, как поедут. Давай, валите. Так, сделаем мы линию. Вот так вот. Вот это будет линия у нас. Оттуда будем пробовать заезжать. Уже стемнело. Темно. Но погода хорошая. Нулевая. Так, Евгений взял вторую полосу, значит. Вот так и сделаем. Движок крутит хорошо, да? То есть, обороты набирает неплохо. Давайте тогда. Так, это первая у нас полоса, вторая полоса и третья полоса. Все, поехали. Дальше. Ого. Круто. Вот отсюда, значит, будем. Вот так вот сделаем. Давай, поехали. Вот это самое опасное. Вот это самое опасное. Когда назад летишь. А сейчас раскатают. И вообще не поедешь никак. Сейчас не Васик пробует. Блин, ну тяжело. В принципе, нас осталось мало здесь. Просто решили покататься. Давай, бери больше, больше, больше. Давай до конца больше. Разгон. Потом мы попробуем. Ну, уже и домой поедем. Давай. Тяжело как. Навряд ли, конечно. Вот это да. Да, не Васик тоже. Не получается. Все, давай, давай, давай. Дал газу. Вот. Но нет. Сейчас мы пойдем попробуем. Вот что делают блоки. Да, блоки спасения. Ну что, Виктор, что скажешь? Я сам, честно сказать, удивился. Ну да, блоки решают, да. На первой повышенной не хватает. Вторая пониженная, если бы стандартная стояла, тоже бы не хватало. А за счет занижения, вот эта, наверное, как раз попала в частоту вращения колес. Ну да. Да, хотя резину не травил, цепей нет, обычная липучка. Ну так вот бывает. Не вот топ. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok